Господи благослови, ну представьтесь пожалуйста Надежда Васильевна Шадрина Лапкина Ну вот, Надежда Васильевна, интересно бы узнать о годах гонения Когда вы вот как жена исповедника Игната Тихоновича Лапкина пережили это все Когда его Игната Тихоновича в тюрьму сажали Вот эти бы воспоминания, и лично для меня интересно, и я думаю для других Для истории, для других поколений, для христиан, подрастающих так сказать И христиан будущего, вот расскажите пожалуйста о советских временах В годах гонения, о тех непростых временах, когда страдали узники за Христа И вот в частности наш брат во Христе, Игнатий Тихонович, пострадал Прошел пять тюрем, ну пожалуйста, вам слово Ну если с самого начала, когда я уверовала, пришла я с детских лет Потому что верующая семья родилась, родилась я и Сознательно я пришла к Господу в 64 году Господь коснулся моего сердца, стала ходить в церковь И в это время я работала в школе-интернате, там в Новосибирске жили Тогда нельзя было говорить о Боге, нигде, никак Ну и в школе работала, думаю, вот до конца года доработаю и уйду отсюда из школы Добровольно хотела, но Господь идем по-другому сделал Что пришлось детям отдельно в конце года уже сказать Одна девочка сказала матери, она пришла к директору, сказал экстренный бицвет И меня освободили от школы в конце, это было в мае В мае было и А в 65 году мы встретились с Игнатием Тихоновичем Вот как в церкви тоже, он приехал из Латвии То есть первая ваша встреча в церкви состоялась, да? Да Потом он пригласил нас, желающих, побеседовать По Евангелию он проводил беседы с нами, с молодежью, со всей и у одних знакомых там А у меня такая жажда была к слышанию слов Господней Все время мы занимались так По воскресным дням после церкви мы собирались и он с нами беседовал по Евангелию И где-то в 66 году уже, в конце мая я сказала детям Это было, да, 66 год Ну только там школа-интернат была, в спальне я дежурила И девочки мне постоянно задавали вопросы, и мальчики тоже Если Бог И я им ответила на их вопросы И неделю мы так с ними вечерами беседовали А потом девочка на воскресенье сказала маме Они хотели в церковь пойти, но я говорю, сейчас в церковь Нельзя ходить, детей не пускают и не разрешают Дети, девочки, вы не ходите сейчас Может быть летом со своими бабушками или мамами сходите Но они девочку эту пригласили, она сказала маме об этом Мама пришла к директору, сказала ему И вот здесь началось экстренный пиццовет Там, как на пиццовете Говорит, вы что не знали, что три года тюрьмы за то, что скажешь о Боге? Я говорю, знала, знали и говорили Да, знала и говорила, потому что дети спрашивали постоянно А в те времена, к каждому празднику, Рождеству и Пасху Все время проводили лекции, читали на тему о Боге Против Бога, против Христа И мне давали на эту тему всегда беседу провести Но я никогда не соглашалась И вот когда Меня освободили от школы в это время Мы с Игнатием Тихоновичем поехали С дядей у него, умер в деревне Потеряевка Мы поехали здесь Несколько человек нас на похороны к нему Это не дядя Степан? Дядя Степан, да А потом в мае, значит, они мне выдали трудовую книжку Они говорили, что три года тюрьмы Но три года, я говорю, ну как Господу угодно будет Я была не готова еще, только начала читать Евангелие Они в трудовой книжке поставили мне такую статью, что нигде меня на работу не принимали И угрожали тюрьмой? Да, угрожали тюрьмой сначала Потом так сделали, что статью такую поставили Там что-то было за недоверие, что ли И когда мы в Барнаул переехали с Игнатием Тихоновичем То здесь я ходила по всему городу Нигде не принимали на работу Ну, было время для свидетельства, видимо Это 60-е годы, да? Да, 66-й, 67-й, 68-й год В 68-м году мы приехали сюда уже Мы с Игнатием Тихоновичем повенчали в 66-м году А в 68-м году мы приехали в Барнаул Потом на стройке там Штукатура маляром я поработала немного 68-й год И вот мы когда жили Нам комнату не давали На стройке он работал и я А комнату не давали Потому что, говорит, богомолом этим нечего давать И все-таки там нашелся один человек Через которого Господь явил свою дивную милость Что через него комнатку нам на вторую строительную дали Маленькую Мы там ремонт сделали И жили До 94-го года Игнатий Тихонович занимался Начитыванием на кассеты Библии, жития святых И постоянно мы У нас было время Ходили на беседы И к нам собирались люди на беседы Жажда такая была у людей Простите, это вы На второй строительной 20 с лишним лет прожили Да, 27 лет 27 лет И вот за эти годы У нас беседы были У нас потом К другим мы ходили Где приглашали нас Народу было много Всегда собиралось И потом Игнатий Тихонович Когда начал начитывать Уже в 70-х годах В 78-м Так и в 79-м году На пленке Библию Начало жития святых А потом начитывала С Ложеницыным Ну и как-то стало известно Видимо В кругах высших Что он На солнце А Солженицын Начитал На пленку И пришли с обыском К нам Первый год Когда с обыском пришли Просто обыск сделали Его не взяли Оставили Думаю еще Первый раз, да? Пришли А когда второй раз В 80-м году Пришли В мае месяце Как раз С обыском В это время Его взяли уже А меня думали Что интересно Я на работу ушла Игнатий Тихонович На дежурство ушел Я думаю А я ключ с собой взяла А то мы обычно Ключ оставляли там А то я взяла С собой ключ И он когда пришел Вернее я когда пришла С работы То какие-то люди В коридоре стояли А я думаю Ага, ну и стойте А я с ключом уйду И ушла Я думала Что они не попадут В комнату Потому что Они отмычкой Открыли И зашли Свободно Из КГБ, да? Да Представители КГБ Там И эти Кто еще? Следователи А первый раз Обыск В каком году Был? Не помните? Я не помню В 80-х годах В 80-м году Был Не помню И вот когда В 80-м Ну и я потом пришла Домой Это второй раз уже А они это Уже Марфа была дома Сестренка его Игнатия Она говорит Что был обыск И забрали Игнатия Я говорю Как домой-то попали Ключ-то у меня же был А я не хотела Домой заходить Чтобы они Не узнали Что ключ у меня Я видела И в коридоре Они стояли Два человека А их несколько человек Она говорит Забрали его Он ушел Октябрьский район Я сразу собралась И побежала туда В милицию Это в Октябрьском районе Но там я спросила Убедилась в том Что его забрали Там он находится В КПЗ Но я не знала Что это Где он там Потом его Городской КПЗ Перевели В центральном районе Перевезли А свидание Так мне не дали С ним Ну естественно Что я Расстроена Была Плакала Очень сильно А потом Когда Пришла Туда В КПЗ В городской В центральной И там просила Говорю Какие же свидания Здесь свидания Не даются Ну и так Я осталась Потом его Перевезли В СИЗО В тюрьму На город Туда Меня приглашали Постоянно Кто к следователю Потом КГБ Приглашали Беседы Вели Со мной А я прибегала В тюрьму Когда узнаю Что следователь Если там С ним беседует То я Прибегала И видела В окно Где следователь Беседовал То на улице Окно выходило И там видно было И я оттуда Видела его С улицы В окно Посмотрела И видела его Ну и потом В тюрьме Не подходила Часто Там Однажды Даже получилось Так что На площадке Где он был Выводили их На прогулку С прогулочной С прогулочной Площадки Было видно Там внизу Такое отверстие Было Слив Либо И он Увидел меня Что я Здесь на пригорке Сидела Он как Закричал Замахал Фуражкой Но я его Увидела А потом На эту Прогулочную Площадку Больше не Выводили Так вот Я А я каждый День бегала К этой тюрьме Думаю Может быть Выведут Так придется Увидеть Но так и Не приходилось Больше Потом его Перевели в Кемерово Психиатрическую Больницу На проверку Мне Следователь Сказал Не помню Его В 80-м Году Что ли Да А что Вы чувствовали Вот в этот Момент Ну когда Вот его Арестовали И выходили Сдалека Видели Ну как Ну это естественно Такое чувство Переживания были Конечно Естественно Что разлука Произошла Думаю Что же Не было Таких Мыслей Что Может быть Никогда Не увидитесь Больше Себя Вы так Ну конечно Были такие Такое чувство Было Потому что Я слышала Что верующих Надолго Садили Далеко Отправляли Всегда Чтобы Баптистов Многим Забирали Тоже И детей Забирали У них Ну и вот Так получилось Что Когда я узнала Что его Увезли В Кемерово То я туда Поехала В Кемерово Ну в Кемерово Поехала Я А когда Следователь Спрашивала А когда Его повезут В Кемерово Он Да что ж Его разве На поезде Повезут Его же На самолете Повезут Ну интересно А я как-то доверилась И не пошла На вокзал То я обычно Подбегала К этим вагонам И когда Увозили То я скричала Я имела возможность Переговорить с ним Даже Ну и А здесь Доверилась И не пошла На вокзал Ну обманул Наверное Конечно Кто же Говорит А мне Другие Сказали Да кто же На самолете Заключенных Возит Смешно Даже А потом Я Вскоре Поехала В Кемерово Мне дали Адрес Там одних Знакомых Я у них Переночевала Приехала Сказала Что с какой целью Я приехала Они мне говорят Сказали Где эта больница Находится Она интересна Высотные дома Так стояли Кругом И она где-то там Внутри Эта психобольница Была тюремная И ее даже Не видно было И большие Железные ворота Были Прямо в самом городе Да Да В самом городе А я Ну так Я усиленно молилась Сремно плакала И Подошла к вратам Думаю Ну как же мне узнать Железные ворота Народу Никого нет А потом А это было Уже после обеда Выходит оттуда Женщина одна Я говорю Вы здесь работаете Она да А нельзя было Подходить И разговаривать То их увольняли Потом с работы Ну я так Со стороны Издалека Говорю Вы не знаете Лапкина Игнатия Тихонов Что здесь Она говорит Да Он находится В палате Где я обслуживаю Я врач И она пошла Говорит Идите Со мной На расстоянии Я зашла Она в магазин Зашла Что-то купила Я около нее была Она говорит Пройдите в скверик И сядьте На скамеечку И ждите меня Ну вот я Пришла Прошла в сквер На скамеечке Жду ее Она так На расстоянии Все И здесь тоже На скамеечку Села на расстоянии И рассказывает Мне Она все Рассказала мне О том Что Как она Как они к нему приходят В каком состоянии Он там находится Он в палате один Говорит К нему Хорошо все Очень относятся И медперсонал Говорит И все И мы Говорит Все потихонечку Так Говорит Придем Ему под подушку Положим И список Положим Что там За кого молиться Чтобы он там За упокой За здравие Помолился Наших родных И говорит Что-нибудь Я говорю Вы сможете ему Передачу Передать Ну хотя бы Что-нибудь Там плохо же Кормят Она говорит Нет Мы сами Об этом Обеспокоимся Мы под подушку Мы положим Говорит Что надо Вот и все А иногда Говорит Приходят даже люди К нему В палату И он Когда на молитве Стоит Они тоже Встанут сзади И молятся Вместе с ним Я говорю Ну передайте Привет ему Сердечным Скажите Что я приезжала Она говорит Хорошо И вот таким образом Я все узнала О нем Ну и обратно Уехала В Барнаул И часто Да каждый день Жара такая Я бегаю туда На гору На тюрьму Все время бегала К тюрьме К этой И вот Когда Перед тем Как выпасть Ну да Часто Посылки Эти передавала Передача Вернее Там Севу Разрешилась 5 кг Передать Ну Если больше 5 кг То уже Не принимали И вот Однажды Интересно Так случай Такой был Что Когда его Выпусти Мне Следователь Говорит Что Ну вы Перенес Там Ему Что-нибудь Из одежды Принесите Или Из продуктов Завтра Приходите Там Сможете Передать Ну я Пришла Прихожу Это Они Горят А его Освобождают Сегодня Где В окошечке Где Принимают Там Передачи Вы Пройдите Пожалуйста Вот Двери Следующие К следующим Дверям Оттуда Выводят Заключенных Сказали Мне И я Вышла Открываются Двери Выходит Он И Представитель КГБ О А вы Как Здесь Вам Что Сказали О том Что Он Говорит Освобождают Я Говорю Нет Мне Никто Не Говорит Мне Просто Сказали Что Принести Вещи Посылку Когда Я Пришла К окну Передачи Они Сказали Что Пройти Вот К этим Дверям Я Прошла И вот Вижу Вас Он Говорит Ну ладно От радости Никто Еще Не Умирал Проходите В машину И на Машине Нас Довез До Самого Дома С Игнатием Тихоновичем Здесь Мама Его Была Дома Приехала Как раз И Представитель КГБ Этот Вышел И говорит Вот я Обещал Вам Вернуть Сына Вот я Его Верну И Сколько Он Был В Кемерово Не Помните Я не Помню Но Где-то Наверное Больше Месяца Так Он Был Ну вот Это Первый Его Арест Когда Он Вернулся То Дома Все Собрались Стали Расспрашивать Его Как Там Что Он Говорит Как Хорошо Что Меня Говорит Взяли А не Вас Ну и Вот О всех Трудностях Там Он Рассказал Какие Там Трудности Были Как Там Что Интересно А когда Еще Представитель КГБ Ко мне Домой Приходило Его Отсутствие Забрали Он Он Мне Кажется Я подозреваю Что он Считал Что-то Еще Они Не все Взяли Как Будто Бы А что Это в коробке У вас Там На палате Стоит Я говорю Да Белье Лежит Там Он Опять Раза три Спросил Я достала Эту коробку Ну и Показала Его Что Убедил Чтобы Убедился Он Я Из коробки Вывалила Белье Говорит Пожалуйста Ничего Здесь Нет Такого Ну и Вот он Приходили Они часто Вызывали Меня То в КГБ То К следователю Постоян Постоянные Допросы Цена Не знать Не знаю И при том Когда он Начитал Я большей части Находилась Дома Не была Почти Потому что Он с утра До вечера А я Своими делами Занималась Ходила Вот так И постоянно Потом Когда Игнатий Вышел Первый раз То Он Опять Стал Начитывать Целыми Днями Сидел Начитывал Здесь Жития Святых Потом Втолкование Еще что Все И нам Трудился И вот До восемьдесят шестого Года В восемьдесят шестом Году А было Подозрение Такое Что Они что-то Поставили Потому что Как мы могли Определить Когда Игнатий Тихонович Написал Стихотворение Про Ленина Подслушивать Подставили Да То он Мне только Прочитал Это стихотворение И вдруг Стук в двери И входит человек И спрашивает Выдать Стихотворение Олене А как Откуда Они могли знать Откуда Они могли знать Что написал Это стихотворение Он только Прочитал Мне и больше Нигде Никуда Он даже За дверь Не выходил И вдруг Они зашли И говорят Выдать Стихотворение Олене Ну и Игнатий Тихонович Дал Ему Это стихотворение Странно Вот так Ну и Я говорю Игнатий Тихонович Наверное Подслушивающий аппарат Они поставили Здесь есть А они Вот говорят Ну пусть они слушают Я что Говорит Против власти Или против чего Говорит Я ничего Говорит Вредного Ничего Нет С моей стороны Потом В 86 В 86 Когда я Забрала Здесь Вот у меня Маленький Дневничок Вела В поездке Когда я На ТАС Ездила К Игнатию Тихоновичу Это когда Уже Второй раз Его Осудили Здесь Все Вот я Записывала Кратко Очень Игнатия Тихоновича В 86 Забрали И мы поехали К нему В Жанатас Да А я на вокзал Прибежала И Когда я узнала Что их Везут Туда К Джамбу Я говорю А куда тебя везут Он говорит К Джамбу Я говорю Я приеду К тебе Крикнула И мы даже Переговаривались Так Из вагона Было слышно Его Он около окна Так находился Джамбу Казахстан Да Казахстан А я Когда его Увезли То я Ходила Везде Чтобы Во-первых Я искала Адвоката Во-вторых Ходила Узнать Его же Не построго Дали Три Три года Говорю Это начало 86 Да Я бегала И что Вот Такой факт Он стоит По телефону Говорит И вдруг Отклонился Так А я у него Спросила Если они построго То могут Где-то В окрестности Алтайского края Его Здесь Находиться Он говорит Конечно Раз это не строго Режима А он По телефону Кому-то Позвонил Спрашивал Как Что Почему Лапкина Отправили Значит Казахстан Туда Отправляют Он Сразу Ну Все Понятно И все И мне Как раз Говорит О том Что Как сделано Так и сделано Все Это его А потому Что Дело Тавилу КГБ Когда Женатас Его Привезли Он Потом Уже Сказал Что Там Всех Избивали До крови И даже Убивали Вот такой Смертный Лагерь Был Его В этот Смертный Лагерь Отправили А он Рассказывал О том Что Как только Заводят Даже 60 Человек И всех И проводят И шлангом Таким Большим Избивают Там Он Говорил Что От пола До потолка Все в крови Было А Его Когда Его Привезли Проводили И Человек Подошел К нему И сказал Рукой Так К этому Не прикасаться Игнать Ихонович И его Он Рассказывал Что его Не били А других Всегда Одного Человека Били Одного Даже На смерть Забивали Ну Что Касается Женатас Мы В январе Месяца Его Да Его В декабре Увезли В декабре А В январе Мы поехали Я И Аким Сестра Его Дуся Она Увезла Нас На машине Туда Из Георгиевки Мы думали Свидание Свидание Не дали Нам Передачу Передали Там И уехали Обратно Я Когда Приехала То Здесь Вскоре Я работала Здесь Алтай Транстрой И Меня С работы Стали Увольнять На собрании Меня вызвали Я говорю А за что Почему Говорили Что всегда Благодарности Мне были За работу Что я Хорошо Работала И так Но они Говорят Что-то Я Вот Вы Приехали Опоздали Там Вы решали Куда-то Я говорю На два дня Но я Спрашивала Не разрешили На два дня Но ничего Одним словом Нашли причину Меня уволить А потом Я только узнала Что это КГБ Дали указание Чтобы меня Уволить С работы Но я сначала Очень расстраивалась Плакала Так Говорю Я на что Должна жить Меня нигде Не принимают На работу Большими Потому что У меня статья Такая была Ну и вот Когда они Меня уволили То я собралась И сразу Поехала В Георгиевку К сестре Его К Дузе А оттуда Во Фронзе Из Георгиевки На автобусе Я вот Кстати Вот с этого Времени Начала Запись вести С 15 января 13 днем Я Января Приехала В Георгиевку 11 Потом я выехала На автобусе В Женотаз Там ночной был Только автобус Ночью уходил И 13 Я приехала В Женотаз Мне дали Тоже адрес Так чудно Меня Господь Сопровождал Что везде Давали мне Адреса Где остановиться Город-то Новенький Женотаз Небольшой Городок Новый И там был Человек Верующая Женщина Семья И я у них Остановилась На ночлег Утром После обеда Я пошла Сразу В зону Чтобы Где узнала Мне все Рассказали Где эта зона Находится И я пришла Туда Пришла В зону И думаю Ну как же Мне тоже Увидеться С кем-нибудь Чтобы узнать Обыгнать И как Я могу Узнать И тоже Женщина Вышла Я у нее Спросила Это тоже Был врач Которая Мне рассказала Геннадий Тихонович Что он Заболел Туберкулезом И мы Его взяли В больницу Он под моим Наблюдением Находится Вот интересно Что интересно Что Господь Так дивно И чудно Отвечал мне На мои молитвы И видимо По молитвам Игнатия Тоже все Так было Хорошо Она мне Тоже все Пригласила К себе Домой Я у нее Была А второй раз Когда я приезжала Я даже ночевала У нее Целую неделю Жила Это второй раз Я часто Ездила В Жемотаз А сколько раз Всего вы ездили Ну я раза Три Четыре Ездила В Жемотаз И вот Думала Опять дадут Свидание Пошла Начальнику Свидание Не дали Но посылку Приняли А потом Мы ездили Значит я Тетя Тоня Баба Тоня Была еще Жива И потом Сестра Сестра Увезла Нас На машине Своей Из Георгиевки И вот Здесь С тетей Тоней Мы На свидание С ним Были Только сутки Всем давали По трое Нам почему-то Сутки А потом Он говорил Что Он выпросил У начальника Еще Мы Уехали А потом Я приехала Когда в Барнаулту Разговаривала С верующими Кто сидел И один человек Даже был В женатасе Из Баптиста А он Сказал Что Зря вы Так Сделали Вы бы Не уезжали А вы бы Дали Это казахи Они любят Когда им дают Вот этот Чаевые И каждому Одному Десять Какое-то За что-то Пятнадцать Двадцать Я говорю Что ж вы мне Раньше не сказали Так вы же Не спрашивали Я говорю Я не знала Двадцать пять рублей Это я уж нашла бы Деньги были Двадцать пять рублей Если бы я дала Мне бы продлили Вот это Свидание Дни свидания Так говорят Многие делают Ну вот Я не знала Об этом А потом Последний раз Как раз я приехала В тот день Когда Умерла В Абатоне Я была здесь Это было Пятнадцатого Марта Пятнадцатого Марта Пятнадцатого Девятьсот восемьдесят Семьмой Год Да Уже седьмой Год Уже перед И вскоре Если уже Выпустят Выпустят И зашла К начальнику Насчет свидания Поговорила Он отказал От свидания А к другому Пошла Какой-то там Называется Он Всей рацией заведует И дал даже По телефону С Игнатием Тихоновичем Поговорить Мы разговаривали С Игнатием Тихоновичем По телефону И он там И сообщил Что у вас Сообщение было Что баба Тоня умерла Сильно плакала Игнатий Тихонович Тоже Говорит Узнал Тоже сильно плакал А он меня еще Успокаивал Говорит Не плачьте Конечно Это такое горе Я своих тоже похоронил Родных Такой добрый человек Был Начальник Разговаривал со мной Ну это видимо Который рацией заведует Все Который дал мне поговорить С Игнатием Тихоновичем Даже Ну вот если что Вот записано у меня И конечно Здесь поподробнее Все Когда я приезжала В Шанатас Потом приехала В Барнаул Я все время В поездках Это время проводила Я так благодарна Богу была За то Что меня уволили А иначе Я бы не могла А где вы работали? В Алтай-Транстрою Ну я Когда уволили меня Я столько Имела возможности Поездить везде До самой осени Так и ездили Потом Когда он вышел Из тюрьмы Мы с ним ездили Я была свободна От работы И что интересно Вот когда В Жанатасе Я Жанатаса Выехала в Барну То из Москвы Позвонили его друзья Якобы Они нашли там Хорошего адвоката И могут Ходатайствовать За Игнатия Тихоновича Чтобы его выпустили Чтобы в эти годы Все эти годы Три года Он не сидел Ну и меня пригласили В Москву Я поехала Побеседовали Там с некоторыми Встреча была И потом Меня привезли Привели К этому К человеку Из КГБ Оказывается Это были люди И меня туда Пригласили Мы побеседовали Но Говорит Хорошо Мы посмотрим Рассмотрим Это дело Его Еще и вроде Как пообещали Что Преждевременно Выпустят Его Но это было Видимо От КГБ Они так Особенно А друзья Говорят Что они Помогут Ну я уехала Из Москвы Взяла Там Апельсины Мандарины Все Чтобы для посылки Ему Когда уже Натас Другой раз Я приезжала То Высылала ему Апельсинечки Потом Готовила ему Орехи Грецкие орехи Мед Изюм Курага Вот это все Что для Сердечной Такие Наготовила Отправляла И что интересно Прихожу Там Вольно Наемные Такие были Я говорю Вы Игнать Тихонович Знаете Лапкина Знаем конечно Он В блоке Находится Говорит Болеет Я говорю Вы передадите ему Вот я апельсин Я спривезла Из Москвы Мандарины Они говорят Конечно передадим Конечно передадим Давайте Но по существу Они так и не передали Когда я у него Потом узнала Он говорит Никто мне не передал Они где-нибудь Сами свели Но я много дала А потом К одной женщине Меня познакомили Она там работает Она прямо в лагере Работала И она Обещала передать Все эти апельсины И мандарины ему И Вот этот Мед я делала С курагой С орехами Который Она говорит Я все передам И действительно Она передавала ему Но он говорит Когда я Я прогуливался На площадке Она говорит Подходит ко мне Вот говорит Вам жена Передала апельсины И мандарин Он говорит Я так испугался Потому что Кругом были офицеры Говорит Я так боялся Этого Что они сейчас Или запретят Или ее Волят с работы Или отнимут У меня эти Апельсины И ничего Это не произошло Она так смело Подошла Все Передала ему Такие моменты Были Минутку Вот Что это за удивительный И такой интересный Момент был Ну наверное Даже страшный Что вы там Залазили на кран Расскажите пожалуйста Вот Когда я Приезжала То я Вокруг зоны Постоянно ходила Ну там С одной стороны Я не могла Пойти Там оно Среди гор Было Там гористая Местность Была И ветра Такие были Сильные Сильно Прямо На ногах Еле устоишь Вот если Когда на возвышенность И когда На горку Там поднимешься Если То На площадке Там внутри Было видно А я И машина шла С краном Я попросила Шофера Говорю Позвольте мне На кран залезть Чтобы Говорю Посмотреть там Я вызову Мужа Там у меня Муж находится Он за веру в Бога Сидит там За свидетельством Он говорит Он разрешил Он опустил кран Я залезла Он кран этот поднял Я почти на самую верхушку Залезла И мне хорошо было Видно все бараки И всю площадку эту И там казахи ходят А я им Помаячу А так Я говорю Вызовите Ну так Моя Страшно было Высота-то большая была Ну большая конечно Да никакого страха не чувствовала Господь укрепил Да Ну да И мне нужно было Главное там Выйтигнать И они вызвали его А здесь он торопился Шофер-то Опустил Я говорю Да никого нету Никак не выходит Что-то Из барака-то И он опустил кран-то Я сошла С крана И он дальше поехал Работал Торопился И я стою Ну что уже Ничего не вижу С крана-то Хорошо было видно С этой стрелы На стреле Эта я была На этой А так больше Ничего я не увидела Его А он когда вышел То рассказывал Что они сказали ему И он вышел А я уже слезла Ну и вот там Эта зона Так вот С одной стороны Там горы И там горы были А вот с другой стороны Где гор не было Здесь постоянно ходила Ну может как-нибудь Я увижу А в этих Ну вот где Дежурные-то стоят Будки-то такие Высокие-то Они там еще Мне угрожали Могу Нельзя здесь ходить Нельзя ходить Вокруг зоны Прогоняли меня Там все казахи Эти Ну вот Мне записи Конечно интересны Здесь Как я ездила А последний раз Когда я поехала Опять я приехала Из Жанатаса И Опять в Москву Приглашаю Это уже второй раз И я поехала В Тюмени Отец Аким Служил Я заехала К нему Он говорит Ты знаешь что В Тобольске Епископ служит И Александр Пивоваров Поезжай к ним Говорит Епископ Посмотришь Говорит Службу епископ Сказала Я на поезд И туда В Тобольск Ночным поездом Приехала туда На службу Сразу Суббота Воскресенье Субботник Нет Какой-то праздник Был Не помню Какой праздник Был Но если бы Сразу Я тогда Все помнила Сейчас я уже Столько лет Прошло А отец Александра Клира С меня Я их читала Пела А потом Он говорит Выходит И говорит Срочно Поезжай Во Фрунзе Я говорю Как Да я только что Оттуда Я еду В Москву А вот Заехала К отцу Аким Еще Он говорит Только что Мне позвонили Из Фрунзе Что Игнатия Тихоновича Выпустили И ты должна быть там Я даже испугалась Говорю Да как Я же недавно Была там Говорю На тазе И вот еду Оттуда Меня в Москву Пригласили Он говорит Ну Сказано Поезжай И мне здесь же Ночью Пошла Купила на самолет Билеты Вылетела Не было До Фрунзе До Новосибирска Вылетела В Новосибирске взяла До Фрунзе Тоже не было До Алматы До Алматы Дошла Взяла билеты На самолет И летела В Алматы На автобус И во Фрунзе Автобус пришел Рано утром Вернее Ночью Ну да Рано утром Где-то часа В три Или в четыре Я не помню Сейчас Здесь вот записано Все И он И к шести часам Одним словом Я была уже У калитки Дома Брата его Где он находился Постучалась И он выходит Открывает Именно Игнатия О Ничего себе Да я только что Вчера сообщила Она уже сегодня Здесь Так я говорю Самолетом летела Он так удивился Что так быстро Говорит Да я не знаю Мне почему-то Сказали Срочно Выезжай Я думаю Может вдруг Тебе плохо Что-нибудь Что-то случилось С тобой По сути Рюми Мало ли что Ты же Мне говорили Что ты болел Сильно И вот такая У нас радостная Встреча была Потом снова Здесь И он Жили мы Во фронте Пока У него Борода не отросла Он такой Худущий Был Как скелет Прямо Там кожа До кости Страшно Смотреть У меня вот Борода Стала отрастать Он стал Беседы проводить Здесь Собирать людей Священники Приходили Два священника Которые Тоже После бесед Они тоже Покались Обратились К Богу Как должно И у этих Священников Интересно Были Их Духовные Дети В основном Интеллигенция Учителя Там и другие Тоже Служащие Которые Закончили Университет Они такие Ревностные Все были Приглашали К себе На беседы К ним приходили Потом Приезжали В Ранцовку Переехали Мы К его Матери И там У матери Мы жили Долгое Время Пока Борода Отрастет Там Беседы Проводили Туда Приезжали Эти люди Все много Очень Ходили В церковь Ходили С этими Учителями Разрешил Священник К баптистам Ходили Когда с воскресенья Походили К баптистам Там свадьбы Было Народа Было Очень Много И так Хорошо Такие Проповеди Хорошие Говорили Песнопение Было Хорошее Что Эти Учителя Мои Моих Человек На 6 Или 7 Было Со мной Они Говорят Если бы Мы В православии Не перешли То Перешли Б К баптистам Ладно Потом Я С ним Побеседовал Потом Священник С ними Беседовал Больше Я вас Не отпущу Туда Так Они Но Было Очень Интересно Много Интересного Было Полезного Так А потом С Игнатием Тихоновичем Приехали В Барнаул Это Уже Под Осень Туда И Тогда Его В Москву Поехал Там Встречи Были У него Он Уже Один Уехал Вот Так Это Тюремное Такое Время Было Все Было Очень Интересно Полезно Но Переживаний Конечно Немало Было Это Когда 15 Марта Умерла Баба Тоня А 25 Его Уже Выпустили 25 Он Пришел Через Десять Дней Да Слава Богу Айлуйя Все Все